На последней в этом году 55-й сессии Совета муниципального образования Славянский район рассматривались и принимались решения по важным вопросам, от которых напрямую зависит жизнь славянцев в ближайшем будущем. 55-я сессия очень насыщенная. В повестке дня 23 вопроса. Но самый главный из них был, конечно, о бюджете района. Сессии предшествовала большая работа депутатов, всех заинтересованных служб, направленная на подготовку бюджета, который использует все возможности района и будет способствовать стабильности и движению вперед. Депутаты, администрация работали в течение этого года в основном над теми налоговыми и неналоговыми доходами, которые составляют основную часть бюджета нашего, а это прежде всего НДФИ. Мы уделяли внимание инвестиционной политике в нашем районе, уделяли развитию малого и среднего бизнеса. Все мы прекрасно понимаем, что налог на доходы физических лиц, он занимает больше 55% в структуре наших доходов, собственных доходов. Ну и, конечно же, и неналоговые поступления, это очень важны, это аренда земли, это порядка 25%. Вот эти два больших налога, на которых было сосредоточено наше внимание, наша работа в течение всего года, вот они дали какой-то положительный результат. В докладе заместителя главы начальника финансового управления Славянского района Валентины Пахарь по проекту бюджета на следующий год прогнозировалось получение доходов. В основе расчета формирования доходной базы бюджета на 2020-2022 год учтены прогнозные оценки показателей социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу, индексы потребительских цен, объемы фонда заработной платы и прибыли прибыльных организаций, показатели собираемости налогов, динамики за предыдущие годы и ряд других параметров, которые влияют на налогооблагаемую базу. Уровень развития экономики позволит обеспечить объем поступлений собственных доходов в бюджет в сумме более 997 миллионов рублей. Вместе с межбюджетными трансфертами это позволит сформировать бюджет в сумме свыше 2 миллиардов 400 миллионов рублей. 82% расходов будет направлено на социально-культурную сферу. Принятие бюджета позволит району уверенно вступить в Новый год и дальше жить, работать и развиваться. На 55-й сессии Совета Славянского района также было рассмотрено выполнение индикативного плана социально-экономического развития района за 2018 год. В экономике района есть изменения к лучшему. Объем промышленного производства превысил 112 миллиардов рублей с ростом 44%, плана выполнена на 138%. По объему отгрузки обрабатывающих производств плана выполнена на 134%, в основном за счет нефтеперерабатывающих предприятий Славянская КАН. Толя отгрузки которого составляет 90% или 101 миллиард от общего объема реализации промышленной отрасли района. Основные отрасли экономики демонстрируют стабильный рост показателей и он должен сохраниться. Подводя итоги необходимо отметить, что по базовым показателям индикативный план за 2018 год действующий предприятий выполнен, что позволило сохранить уровень доходной части бюджета и выполнить социальные задачи. Исходя из фактических показателей Славянского района за 2018 год, был разработан и представлен собравшимся проект индикативного плана социально-экономического развития района на 2020 год и на период 2021-2022 годов, утвержденный на сессии. Андрей Вишневский, Константин Монастыренко. Программа События. Константин Монастыренко. Продолжение следует...